так друзья здравствуйте ну что наконец свершилось и мы поставили этих два оффроуд монстра вместе и будем сегодня сравнивать их очень много вопросов вот у нас вышло видео toyota cruiser prada first edition вышло видео lexus gx 550 over trail plus ссылочки на них в описании к этому видео мы по ходу постоянно их как бы вспоминали друг друга до по ходу повествования но и как не снять этот сравнительный обзор потому что реально многие задаются вопросом какая машина нужно мне это или это не имея возможности потрогать а тем более сделать тест-драйв мы помогаем вам сделать этот правильный выбор для вас ну и надеюсь может быть вы вспомните о нас и захотите сделать этот выбор с нашей помощью и мы поможем вам доставить тот или иной автомобиль прямо к вам домой но в любом случае как бы мы это делаем для вас поэтому не забывайте ставить лайки подписываться нажимать уведомления это помогает нам продвигать наши видео вот все вопросы по покупке дальнейшему тюнингу все наши контакты в описание все давайте начнем поехали а и и это и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Ну, давайте начнем, наверное, первое, это опять же с вопроса, почему Toyota, а Lexus это тоже Toyota, вы все знаете, вдруг, блин, сделала двух одноклассников такими сильными конкурентами, причем это две новинки, которые вышли одновременно, это, мое мнение, это сильный коммерческий ход, потому что либо одна, либо вторая заберет на себя какую-то часть покупателей от других брендов. И лучше участвовать в этом сегменте двумя моделями, чем одной. Понятно, что кто-то, кто раньше покупал вот такое Prada, купит теперь GX, но здесь они не проиграют в любом случае, но вот именно вот это выпустить два таких мощных игрока в сегмент, это, мне кажется, очень четкое решение. Ну, а теперь сегодня мы будем сравнивать оба автомобиля, потому что вы видите визуально, ну да, они разные, вот если смотришь на морду, да, этот такой более лакшери красивый, этот такой более тупорылый такой FJ-мен вездеходный, да. Вот, но посмотрите, даже линии капота у них одинаковые, все одинаково, полностью кузова у них одинаковые, платформа у них одинаковая, платформа это знаменитая у них тележка, на которой сейчас выпускаются Такома, и Sequoia, и Tundra, и, кстати, тот же Lexus, вот, ну и теперь еще и GX, и, кстати, Forerunner тоже будет на этой же платформе, вот такая у них интересная, они изобрели тележку. Но у машин разные двигателя, здесь четырехцилиндровый турбогибрид, а здесь Twin Turbo без всяких гибридов, да, этот двигатель мощнее, буквально на 25 лошадиных сил, да, и также где-то в районе 20-30 ньютон на метров крутящий момент выше, но когда едешь на этой машине, набор, скорость, движение, как-то динамика ощущается по-другому. Это такая более уверенная в себе, такая более, это уже начинает жужжать, вот, хотя тоже нормально тянет, но в этом плане по динамике, конечно, надо отдать должное этому автомобилю. Давайте самое главное по цене, это тоже удивительно, Lexus Overtrail Plus, и тут еще куча дополнительных опций в нем есть. У него MSRP цена 81528, базовая цена 74 тысячи. Toyota Land Cruiser Prado, это First Edition, First Edition, как правило, идет в максимальной комплектации сразу. Базовая цена 74,950, то есть всего лишь на одну тысячу ниже, чем у Lexus, а MSRP цена 77 тысяч, ну, потому что здесь добавлять практически нечего, здесь только аксессуары какие-то добавлены. То есть тоже разница всего лишь 4 тысячи, небольшая разница. Здесь вы имеете лакшери машину, здесь вы имеете такого охотника-рыбака, да, еще и с двигателем пониже, а цена практически одинаковая. Чтобы выбрали вы, тут надо подумать, да, да, здесь этот двигатель экономичнее, здесь где-то 10, средний расход, здесь 13. Вот, по мощности примерно одинаковая, но этот более мощный, более уверенный. Здесь у нас электронно-кинетический подвеска, здесь у нас распускаемый стабилизатор. Амортизаторы, рычаги, все очень похоже, то есть по подвеске они тоже практически идентичны. Вот, размеры, то же самое, как говорится, выбирать вам, мы лишь рассказываем. Резина, здесь у нас 33-е, стоят All-Terrain колеса на 18-х дисках. Здесь у нас 32-е, там с небольшим, здесь не All-Terrain, здесь идут дорожная резина, Michelin, но она как бы считается промежуток между All-Terrain и шоссейной. Может быть и вполне ничего, тут тоже достаточно грубый рисунок такой. Смотрим сзади, еще меньше отличий, и сзади они вообще практически одинаковые, даже вот эта вот для фаркопа крышка, как памперс такая, тоже одинаковая будет. Спойлера, открытие заднего стекла, фонари, арки расширенные, ну вы видите, здесь вообще отличий практически нет. Давайте багажники пооткрываем. Есть. Да, смотрите, у Lexus более удобный багажник, я не знаю, зачем они сделали вот этот вот пьедестал такой здесь, не поднимается. Запаска у нас снизу полноразмерная, зачем они это подняли, непонятно, у Lexus все нормально, вот четкий ровный пол. Здесь они поднявшие, во-первых, они уменьшили длину багажника, потому что оно идет, задняя спинка упирается. Вот это, конечно, тоже ошибка. Ну вот так, в принципе, ребят, все то же самое практически. Цвета, цветов Lexus предлагает больше, у First Edition всего лишь четыре цвета, вот этот, песочный, черный и серый. Вот мы еще ждем черный, песочный в ближайшее время, кстати, машины свободны. Ну что, а, ну и вот этот вот багажник, это чисто фишка First Edition, давайте-ка я посмотрю, платили ли мы за него дополнительно. Нет, мы еще не платили, мы вот за эту светлую крышу доплачивали чисто. Ну, давайте сейчас мы сядем в Toyota и буквально бегом пробежимся по салону, по опциям. Внутри салону, по опциям. Опять же, мы будем рассказывать здесь, но показывать, естественно, оба автомобиль. Тоже здесь они абсолютно идентичны. Конечно, повторюсь, Toyota попроще в материалах, там, вот в ощущении, в пластике. Но в остальном все те же опции, ну, только массажа сидений не хватает здесь. Ну и, конечно, там настроек побольше. Музыка здесь, JBL, кстати, стоит музыка. Тоже неплохая, но попроще, естественно, чем в Lexus и Mark Levinson. Вот. А все остальное, ну, совершенно, совершенно одинаковое. И, знаете, так вот, чисто мое мнение, если бы вот так вот чисто для активного отдыха, рыбалка, охота, я бы, наверное, себе брал Land Cruiser все-таки. Вот. На, как машина каждого дня и с возможностью выехать на Уфроуд, конечно же, Lexus. У Lexus богаче материалы, лучше отделка, добавлены какие-то опции. Ну, какие-то, вот смотрите, здесь у нас стоит зеркало с монитором. То есть, сзади стоит камера, если, допустим, у вас загружен багажник или вам, ну, не очень видно, вы включаете в режим монитора и тут куча настроек. Вы можете увеличить, расширить, поднять, опустить, перевернуть, настроить яркость. То есть, шикарное зеркало. У Lexus эта опция доступна только в лакшери плац. Все, больше нет ничего. Мать. Люк панорамный у Lexus можно, у Toyota только такой будет. Вот эти физические кнопки мне, например, здесь больше нравятся. Ну, конечно, отделка страдает. А все остальные электронные помощники, все одинаковые. Intelligent Cruise Control уже новый совершенно. У той и у той машины одинаковые. Привода одинаковые, блокировки одинаковые. Системы мультитеррейн, crawl-cruise контроль, удержание на спуске, drive-мод тоже все практически одинаково. Drive-мод, по-моему, тут меньше немножко. Ну-ка, я сейчас поиграюсь. Да. Тут нету спорта, тут нету спорт плац, тут нету кастом режима. А вот этих режимов здесь нет. Здесь drive-мод поменьше. У Lexus есть омыватели фар, это такой, как зимний пакет. Вот здесь их нет. Но задний камер омыватель есть и в той, и в другой машине. Coolbox даже здесь есть и в той, и в другой машине. Кожа, конечно, здесь попроще. Вот этот винил, конечно, выделяется. Кожа где-то вот только здесь, в серединке. У Lexus в этом плане отделка лучше. Ну, а так, в принципе, вот все сравнения. Если вам не надо столько опций, да, а вам для охоты и рыбалки достаточно меньше, то, в принципе, можно взять проще комплектации. Это first edition, здесь напихано все сразу. Более дешевой комплектации это будет, ну, вы заплатите гораздо другие деньги. Если они начинаются, по-моему, от 50 с чем-то тысяч, то есть разница будет большая. У Lexus от 62, то есть там разница всегда в десятку идет. Вот так вот примерно. Опять же, с таможней, с утиль-сбором, потому что у Lexus 3.3, а у этой 2.5, это будет большая разница гораздо. Так что, make sense, как говорят в Америке. Ребята, и повторюсь, мы делаем для этого видео сравнительную табличку Lexus-Toyota. В ней все параметры, клиренс, высота, ширина. И эта табличка будет как в начале видео, так и в конце видео, чтобы вам легче-легче было всегда сравнивать эти характеристики. Тоже немаловажное отличие. Здесь у нас 3600 может килограмм буксировать Lexus, а Toyota на 900 килограмм метров за счет двигателя. Сегодня постарались максимально подробно сделать сравнение обоих автомобилей. Повторюсь, у нас есть отдельные тест-драйвы и обзоры на каждый из автомобилей. Ссылочка в описании. Но так как это реальные, во-первых, одноклассники, близнецы, можно сказать, и братья, а во-вторых, реальные конкуренты, вот так вот они создали конкуренцию друг к другу, очень много вопросов, чем же они отличаются. И что бы вы посоветовали брать в этой ситуации. Мы лишь делаем независимый обзор. Постараемся без каких-то выводов, ну хотя в любом случае наши выводы как бы будут. Вот, но это поможет вам принять решение. Обязательно пишите в комментариях, как вам понравился наш обзор. Помогло ли это вам вообще? Какой из машин выбрали бы вы? Все вопросы по покупке машины, любой такой, либо такой, либо другой модели, другого цвета, другой марки. Все наши контакты в описании. Обращайтесь любым удобным для вас способом. Не забывайте ставить лайки, подписываться на нас и писать ваши комментарии. Все, спасибо большое. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok